Это американский проповедник. В 2015 году Господь мне начал его показывать. Я смотрела три года его, чтобы понять, как Бог может благословлять без труда. Это значит получать благословение просто в наслаждении, в кайфе, без особого труда. Я присматривалась к нему, я и так, и сяк. Я понимала, что сама я его бы не нашла, что меня послал туда Господь, чтобы я реально услышала это послание от Господа, что мы не предназначены тяжело трудиться, зарабатывать деньги в поту. Это не предназначено было Богом. Но так как мы его не знаем, мы не знаем ангелов, которых он нам поставил. Кстати, ангелы здесь, ангелы в ваших комнатах сейчас. Бог начал мне показывать, что деньги приходят, а не уходят. Я начала смотреть его, присматриваться к нему, потому что я тоже была в миру и не понимала, как это все работает. Вот эти тайны небесные. Как Иисус всегда говорил, я покажу своим ученикам тайны небесные. И он именно ученикам давал вот эти тайны. Это то, что я всегда даю моим драгоценным партнерам. Потому что, когда ты ученик Бога, когда ты партнер Бога, ты получаешь, конечно, настоящие тайны, божественные тайны. Бог вел меня по этому. И в какой-то момент я сказала, Господь, ты хочешь, чтобы я несла какое-то послание из этого? Сижу, смотрю Лерое. И в конце Лерой Томпсон говорит такие вещи. Дорогие партнеры, я поздравляю вас, что вы в нашем служении. Прекрасно, что вы с нами. Вы подсоединились к помазанию. Деньги приходят. Ну, короче, поздравляю партнеров. И начинает рассказывать еще раз. Хотя я уже миллион раз это слышала. Но вот, понимаете, бывает такое, что плюхнулось просто. Ну, вот плюхнулось в тебя. Это откровение. Вот. Инсайт в мире называют. Да, вообще это откровение по-библейски. Открылось. Что-то для тебя открылось. Вот ты смотришь на эту карточку, смотришь, и ничего не открывается. В один прекрасный момент, как будто пленка сходит с твоих глаз, и ты говоришь, о, Боже, я же богат. О, Боже. Не по деньгам, а по увере. Потому что, когда ты в это уверуешь, придут деньги. Слушайте, теперь я смотрю, и он рассказывает, как он пришел к этому помазанию. Он стоял в очереди с тремя фруктами. Спокойненько себе закупался. Впереди него стоял мужчина. У него восемь этих картонов были пива. Он ставил их спокойненько на вот эту, как, ну, вот эта линейка, которая возле кассы, да? Или на кассе. Ну, я больше 35 лет в Германии, поэтому, ребята, извиняюсь, не все слова русские знают. Вот. И вот эта касса, она проходила, и в один прекрасный момент этот мужчина поворачивается к нему и говорит, о, деньги уходят, да? Да, денег мало, деньги уходят. И он говорит, я из вежливости взяла и сказал, да, правда, деньги уходят, да. А он тогда уже был баптийским парнем, по-моему, 29 лет было тогда. Он садится в машину, у него уже с Господом контакт был, он был бедный в этот момент очень. И Господь ему говорит, что ты сказал? Он говорит, а что я сказал? Ну, как бы ничего не сказал. Господь ему говорит, опять, что ты сказал за кассой, что ты там сказал? Он говорит, ну, деньги уходят. И тут Господь ему проговаривает, как вот мне, ты богат, деньги приходят. Он говорит, меня просто осенило это, на меня вот упало вот это откровение, как на меня тогда ты богат. И я в этот момент, он говорит, просто понял, что бог хочет, чтобы я это скушал, что деньги не уходят, а приходят. Знаете, вот даже в миру вот эти вот аформации, да, мы все знаем прекрасно, хотя то, что бог дает, это провозглашение, это прокламировать, это пророчествовать. А аформации это так, знаете, в сознании что-то там плавает, а вот в подсознание зайти и эту программу брать, деньги не уходят, а приходят, вот это уже без бога очень сложно. И поэтому нам нужна его помощь. И когда он понял, что деньги, оказывается, не уходят, а приходят, и он два года кушал это откровение, ребят. Я еще раз прослушала, он сказал, мы с женой просто вот сживали вот это откровение. Подожди, деньги уходят. Это значит, ты машешь деньгам? Деньги слышат тебя? Еще одно откровение для того, кто, ну, не знает, что деньги, Библия говорит, за все отвечает серебро. Раз отвечает, значит, слышит. Вот. И все это энергия, все тебя слышит. Если ты на что-то жалуешься, ты это потеряешь. Если ты что-то благословляешь, ты это получишь. Ну, все тебя слышит, понимаете? Это тоже, наверное, вам знакомо. Ну, и что вы думаете? Через два года он приходит на служение и просто начинает говорить. Он получил откровение, что деньги, оказывается, приходят, а не уходят. И он говорит, люди начали к моему столу бежать и ложить деньги. И Бог показал ему, насколько это мощное откровение. И тут я сижу и слушаю это, и Господь мне говорит, вот так же ты будешь сейчас нести вот эту грань, что ты богат. И если ты будешь говорить, высвобождать это, люди будут в партнерстве с тобой, люди будут с тобой служить, люди будут тебе служить, люди будут в твоем служении. Они будут с этой гранью, с этим наделением сталкиваться постоянно, пока они этим не станут. Это, ребята, как кофе с молоком. Если ты в кофе сделаешь молоко и помешаешь, то ты уже не можешь молоко от кофе отделить. Вот так должно в тебя упасть это семя, что ты богат. И Господь мне показывает меня, это тоже был очень такой в духе интересный момент, потому что Бог работает с духом, он не работает с твоим сознанием, оно просто отдыхает. Бог показывает мне в моем духе картинку, где я сижу с золотой такой цепочкой, и тут стоит ты богат, Иисус. И я сижу и поздравляю, вот как он, партнеров, что они пришли в наше служение, что они с нами служат, что они распространяют Евангелие через наши кошелечки. И я вот это вот, представляете, все вижу в духе. Вот, сейчас я сижу, кстати, так, просто цепочки еще нет. Вот, но она будет не только у меня, она будет у вас. Так же, как кошельки, так же будет золото. Я уже планирую скоро этим заняться. Вот, поэтому ты всегда будешь миру что-то говорить, если ты будешь эти вещи держать в руках. Господь в один прекрасный момент посылает мне женщину. Она меня нашла в фейсбуке сама. Она звонит мне и говорит, я была на служении апостола Лероя Томпсона. Это великий помазанник. Он очень-очень богатый человек в Господе. И когда я поняла, что Господь ее послал, она сказала, Бог сегодня ночью мне проговорил, что помазание, которое я получила на этом служении, я должна передать вам. Вы знаете, тогда я еще не совсем понимала, что передается, какое помазание передается. Я просто понимала, что Бог меня куда-то готовит. И она помолилась за меня, передала это помазание и в какой-то момент вообще просто исчезла. Вы знаете, Бог велик. Если ты начинаешь Его просить именно о призвании неба, Он может послать тебе человека откуда угодно. Он понимал, что я не поеду к Лерою получать вот это помазание. И он взял просто, нашел человека сам, чтобы передать мне это помазание. В какой-то момент он начал ко мне говорить насчет того, что он дает мне местописание, что ты богат. Послушайте, мои драгоценные, что я вам сейчас скажу. И тут, буквально недавно, хотя я уже эти кошелечки сделала. И все сделала, как Иисус мне сказал. Напиши на эти кошелечки. Сейчас вот так покажу. Ты богат. Это сказал Иисус. Это не Нелли сказала. Подчеркиваю. Наши кошелечки, драгоценные, драгоценные кошелечки. Лякшери оф Крайс. На замочках лякшери оф Крайс. Ты будешь служить миру, даже не заметишь, как Иисус будет служить этому миру и говорит, ты богат. Это мой кошелечек. Вот. Смотрите. Возле ваших кредитных карточек будет стоять такое слово. You are rich. Ну, как предложение. You are rich. Иисус. Это значит, ты богат и тебе это говорит Иисус. И ты каждый день можешь это видеть, если ты берешь свой кошелек в руки. Представляете, насколько важно это скушать. Это должно стать тобой. И при этом ты станешь магнитом просто для изобилия, для денег. Понимаете вы? Потому что вы не сможете больше бедно думать. Я разрушаю всякую бедность в вашей голове во имя Иисуса Христа. Я помазана на то, чтобы разрушать бедность в вашей голове во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Господь. Вот. И есть такой еще другой кошелечек. Он и для женщин и мужчин, кто любит. Вот. Не тройной такой, как этот. А вот такой любит. Да. И тут тоже мои драгоценные стоит. You are rich. Иисус. Это значит, что ты богатый во Христе Иисусе. Ты богатый в Боге. В Боге ты рожден в царской семье. В помпезной семье. И Библия говорит, что наш папа ходит по золотым улицам и сидит в бриллиантовых креслах. А мы здесь собираем сережечки-колечки. Потому что не знаем того, кто это имеет. Редактор субтитров А.Семкин